МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турция продолжает отправлять военную технику к сирийской границе. Вторжение Турции в Сирию названо оккупацией в отчете Бундестага. Новые примеры массового ограбления. Рукописное Евангелие Чад Чарака нуждается в восстановлении. Новогоднее послание премьер-министра Западной Армении Гарника Саркисяна накануне 2019 года. 2018 год стал для нас настоящим подготовительным годом. Движущей силой этого процесса был план предстоящих пяти лет. Которые должны стать судьбоносными. В рамках подготовки к 2018 году мы запланировали и осуществили следующие четыре этапа. Первый. С тревогой по поводу нынешней и будущей судьбы региона мы организовали выборы Второго созыва Национального собрания Республики Западной Армении. Второе. По той же логике нам удалось качественно и эффективно развивать связь с нашими соотечественниками, проживающими на оккупированных территориях Западной Армении. Третье. Как насчет уровня контактов и сотрудничества с армянской диаспорой. Мы можем думать, что диаспора находится в новом целенаправленном состоянии роста. Четвертое. Одним из наиболее важных аспектов нашей подготовительной работы было восстановление прежних отношений армяно-арабских, особенно Сирии и Ливана. На этот раз с более точным и перспективным двусторонним сознанием. Одним из первых результатов которого стал Объединенный Национальный совет Килийки 30 октября 2018 года. Где стоят подписи армян, сирийцев, ливанцев, греков вместе с их активными и действенными силами. Уважаемые соотечественники, марш освобождения нашей Родины начался и принял динамичную форму. Каждый из вас составляет неотъемлемую часть этого священного марша. Поздравляю вас с Новым годом. Здоровья и счастья вам и вашим близким. Отпразднуйте эти праздничные дни с радостью и хорошим настроением. Передавайте друг другу любовь и свет, сохраняя при этом наши национальные патриотические традиции и обычаи. Помните, что мы закончим 2018 год вместе как одна нация, одно сердце и душа в свете нашего славного пути к освобождению нашей западной армянской Родины, которая откроется перед нами в течение следующих пяти лет. Рассвет близок. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 декабря в четверг обсудят в Москве ключевые темы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля. 27 декабря в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня – перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве, говорится в сообщении. В то время как одна часть христианского мира празднует Рождество, а другая готовится к Рождеству, обозреватель журнала The Hill упоминает о продолжающихся страданиях христианских народов по всему миру и особенно на Ближнем Востоке. Он подчеркивает, что сегодня две тысячи лет спустя христианские общины живут на Ближнем Востоке в период насилия, напряженностей и преследований. Многим из них пришлось эмигрировать из своего дома и страны. Автор статьи также затрагивает вопрос геноцида против армян. Отмечает, что Турция продолжает уничтожать церкви и сажать в тюрьму невинных людей в стране, говорится в статье. Добавим, что в 1894 по 1923 годы запланированное уничтожение армян, совершенное тремя турецкими правительствами на их собственной родине, все еще продолжается, поскольку Турция еще не признала свою историю. Тем не менее, продолжает проводить ту же политику не только против армянского наследия и культуры, но и против других народов. Анкара продолжает укреплять свое военное присутствие на сирийских границах. Как видно из видео, снятого в Келарисе, грузовики перевозили в течение всей ночи. По сообщениям прессы, колонна переместилась в сирийские районы Тель, Руфат и Манбидж, где планировались военные действия против курских сил. Последние считаются в Анкаре террористами, а Вашингтон нет. США считают курдских боевиков важным партнером в борьбе с террористами в Сирии. Напомним, что ранее президент Турции заявил, что Турция отложила запланированные военные действия против курдских сил. Развертывание вооруженных сил произошло после вывода американских войск из Сирии, что, по-видимому, связано с подготовкой военных операций против курдских отрядов самообороны, поддерживаемых США на северо-востоке Сирии. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Эрдоганом решил вывести американские войска из Сирии. В результате министр обороны Джеймс Маттис подал в отставку в знак несогласия, хотя многие детали до сих пор неизвестны. Ожидается, что американские войска покинут страну в середине января. В отчете с оставленным парламентом Германии Бундестага Турция была квалифицирована как страна, которая оккупировала Сирию. В докладе отмечается, что присутствие турецких вооруженных сил в северной части Сирии соответствует международным стандартам военной оккупации. Отчет на девяти страницах был подготовлен фракцией левых. Лидер фракции Севим Дельделен отметил, что экспертный отчет должен послужить предупреждением правительству Германии. Он также подверг критике власти Германии за то, что они не квалифицировали действия Турции как нарушение международного права. «Настоящий скандал в том, что несмотря на все профессиональные мнения и позиции партий, представленных в парламентской фракции, что некоторые районы Сирии, оккупированные нашим союзникам в НАТО, не рассматриваются как нарушение международного права», – отметил Дельделен. «Оккупация соседних стран Турции является обычным явлением. Западная Армения по-прежнему оккупирована. Окупирован Северный Кипр, а теперь Северная Сирия и Северный Ирак. Эти шаги однозначно осуществляются в результате молчаливого согласия международного сообщества, когда Турция нарушает все международные договоры». Камни исторической церкви в Бетлисе снова на виду. Стенограмма доклада была передана академикам Сетатам Улуканам. По его свидетельству, церковь была оставлена на многие годы. В 1950-х годах церковь была полностью разрушена, а для строительства деревенской школы использовались камни церкви. Примечательно, что на камнях много красивых гравюр. Сегодня в деревне можно найти камни в постройках. Улукан заявляет, что он неоднократно обращался к властям с просьбой сохранить эти камни. Однако его предложения никогда не находили отклика. Рукописное Евангелие XVI века хранится в селе Чад-Чарак Ахалцикского района, в котором проживают жители из Западной Армении. Эксперты предупреждают, что условия хранения Евангелия неадекватны и требуют немедленной реставрации. Жители деревни говорят, что хотя рукопись нуждается в реставрации, они не согласны с тем, что священная книга будет вывезена из деревни. И если есть люди, которые хотели бы отреставрировать книгу, они должны выполнить работу в деревне. Лусине Туманян, одна из сотрудниц Матена Дарана, в беседе с Джинюс рассказала, что рукописи плохо сохраняются и нуждаются в ремонте. Жители Джавахети мигрировали из Западной Армении и продолжают сохранять уникальные рукописи древней армянской культуры. Люди, которые хранят рукописи, относятся к ним с большой верой. Армянские рукописи были написаны и скопированы в V-XVIII веках, в основном в письменных центрах. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сагарти Кочари в исполнении ансамбля Тумбире. Сагарти Кочари Сагарти Кочари Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!